Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 августа. Житие преподобного Отца нашего, Пимена, многоболезненного. Приступая к повествованию о Блаженном Пимене, остановим наше внимание на его великом мужестве и страданиях, и отсюда научимся, что болезнь должно переносить терпеливо, и что сила Божия в немощах совершается. Блаженный Пимен уже и родился больным. Болезнь не оставляла его всю жизнь, но эта болезнь тела не дала в нем развиться болезни душевные. Он был чист от пороков и соблюл девство от утробы матери. Неоднократно просил он своих родителей, чтобы они позволили ему удалиться в монастырь для пострижения в иноческий образ. Но из сильной любви к нему они не соглашались на эти просьбы, желая иметь его наследником по своей смерти. Однажды, по действию божественного промысла, устрояющего все к лучшему, Блаженный Пимен особенно сильно заболел, так что даже не надеялся и на выздоровление. Повинуясь необходимости, родители принесли его тогда в Печерский монастырь и просили живших в нем преподобных отцов помолиться об избавлении их сына от болезни. Но усердные молитвы иноков не приносили исцеления болящему. Молитва Блаженного была сильнее молитвы их всех. Он просил себе у Господа еще большей болезни, так как опасался, что по выздоровлению родители опять возьмут его из монастыря и таким образом лишать его возможности получить пострижение. Поэтому, когда отец и мать сидели около него, не допуская пострижения, Блаженный Пимен сильно печалился и молился Богу, чтобы он исполнил его желания, какими ведает путями. Пострижение выночества с древних времен совершается в Святой Православной Церкви по особому чину, над избирающими путь подвижнической жизни и всецелого предания себя Богу в молитве и покаянии. Решившемуся вступить на этот путь, предлагается вопрос о том, по свободному ли произволению он избирает его. Затем он обязан произнести три обета – девство, целомудрие и нищеты. После чего происходит во имя Святой Троицы крестообразное пострижение его волосов и возложение на него одежд монашеских. Но постриженному дается в руки распятие и возжженная свеча. И вот в одну ночь, когда родители его и рабы были погружены в глубокий сон, вошли к нему светлые ангелы, а одни в образе прекрасных юношей, другие – игумена и братья. Они несли в руках Святое Евангелие, свечи, влосяницу, мантию, куколь и все остальное нужное при пострижении. «Хочешь ли, чтобы мы постригли тебя?» – спросили они преподобного. Он с радостью отвечал «Ей хочу! Господь послал вас, Господи мои, исполните желание моего сердца!» Они точно же начали творить вопросы, совершая сполна все, что положено в уставе иноческого пострижения. Так они постригли его в великий ангельский образ, облекли его в мантию и куколь, нарекли Пименом. Дав ему по обычаю горящую свечу, они сказали «В течение сорока дней и ночей свеча не угаснет!» И вместе с тем предсказали ему постоянную болезнь, избавление от которой будет знаком для него скорого наступления смерти. Поцеловав блаженного Пимена, они удалились с церковь, где положили на гроб преподобного Феодосия волосы его, завернутые им и в полотно, завернувши. Иноки, находившиеся в ближайших кельях, слыша пение, разбудили прочих, думая, что или игумен с некоторыми из братьев постригает болящего, или он приставился. Они все вместе отправились в келью, где лежал преподобный. Здесь они нашли всех спящими, отца, матерь, рабов. Иноки разбудили их и заметили, что келья полна благоухания, а болящий полон радости и веселья, облечен в иноческую одежду. «Кем ты пострижен, и что за пение мы слышали здесь, которого, однако, не слыхали твои родители?» Спросили они, обращаясь к преподобному. «Я думаю, отвечал он, что меня постриг нарекший Тименом игумен, пришедший сюда с братья. Они-то и пели, как вы слышали. Они же мне дали эту свечу, которую вы видите, сказав, что она будет непрерывно гореть в течение сорока дней и ночей. Затем, положив мои волосы в обрус, они удалились с ними в церковь. Услышав это, иноки тотчас поспешили в церковь, но нашли ее запертую, разбудив пономарей. Они спросили их, входил ли кто в церковь после вечерней молитвы, и те отвечали, что никто не входил, так как и самые ключи находятся у экрисиарха. В экрисиарх ключарь церковный, которому поручено хранение церковного имущества, и на котором лежат обязанности наблюдения за исполнением устава церковного богослужения. Был разбужен экрисиарх, он никому не давал ключей, и сам ни с кем не входил в церковь. Взяв ключи, иноки вошли в храм. И здесь, на гробе преподобного Феодосия, действительно нашли лежащие в убрусе волосы. После этого о всем известили игумена. Последний чрезвычайно удивился и старательно доискился, кто бы мог постричь преподобного Пимена, но все розыски были напрасны. Тогда для всех стало очевидно, что пострижение по повелению Божией совершили святые ангелы. Долго рассуждали игумены-братья, вменять ли чудесное пострижение, как обычное, совершенное по уставу, и пришли к мысли, не повторять над блаженным Пименом пострижение, так как имелись ясные доказательства действительности, совершенного над ним. Иноки действительно нашли, как и говорил блаженный Пимен, волосы его на гробе преподобного Феодосии, и свеча, для которой был довольно суток, чтобы сгореть, в течение сорока дней и ночей горело, не угасая, на что тоже указывал преподобный тот час по своем пострижении. Число сорок имеет важное символическое значение. Оно означает переход от одного состояния к другому, обновление, перемену. По истечении сорока дней после рождения младенец вносится в церковь для посвящения его Богу. В сороковой день после кончины по верованию в Святой Православной Церкви душа почившего христианина возносится на поклонение Богу. Так и при пострижении в монашество сорок дней новопостриженный должен особенно пребывать в подвиге молитвы, так как он как бы рожден для новой жизни, а для земного и приходящего как бы умер. Это же означало и зажженная свеча, данная ангелами, преподобному Пимену и горевшая сорок дней и ночей. Ввиду этого они только сказали, для тебя, брат Пимен, достаточно дарованного тебе Богом образа и имени. Но все-таки открой нам, говорил игумен, придя в книги пострижения. Кто именно были постригавшие тебя и не опустили ли они чего написанного в этой книге? Блаженный Пимен сказал игумену, что меня испытываешь, отче? Ты сам, придя сюда со всей братью, совершил надо мной все, что положено в этой книге. При этом ты сказал, что мне всю жизнь должно испытывать страдание от болезни, и лишь перед смертью я буду избавлен от нее, так что буду в состоянии нести свой смертный водор. Молись о мне, святые отчи, чтобы Господь даровал мне терпение. Выслушав это, все оставили его. Блаженный же Пимен, по предсказанию постригших его, много лет лежал в тяжкой и возбуждавшей от прощения болезни. Ею гнушали все, прислуживавшие ему. Часто дня по три не давали ему ни есть, ни пить, но он все переносил с радостью, благодаря Бога. Случилось как-то, что один больной, страдавший таким же недугом, как и преподобный Пимен, принесен был в Печерский монастырь и пострижен. Иноки, на которых лежала обязанность служить больным, и внесли его к блаженному Пимену, чтобы служить обоим вместе и равномерно. Но, небрежно относясь к своим обязанностям, они часто забывали об них, так что больные по временам изнемогали от жажды. Тогда блаженный Пимен сказал лежавшему с ним больному, «Так как прислуживающий нам гнушается нами по причине смрада, исходящего от нас, то захотел ли бы ты, брат мой, нести их обязанности, если бы тебя восставил Господь?» Больной обещался преподобному с усердием служить до самой смерти. Блаженный Пимен сказал на это. «Вот Господь отнимает болезнь твою от тебя, и ты, сделавшись здоровым, исполни обещание твое. Служи мне и подобным мне». А на нерадиво исполняющих обязанности свои Господь наведет лютую болезнь, чтобы они, испытав наказание, получили спасение. Больной тотчас стал и начал служить преподобному. Нерадивы же служители по слову его объял недуг. Избавившийся от болезни, брат недолго послужил преподобному Пимену. Не выдержав смрада, он удалился и оставил его томиться голодом и жаждой. Уйдя, он поселился в другой келье. И вот внезапно его, как огнем, охватил сильный жар. Не имея сил подняться, он три дня мучился от жажды и, наконец, стал кричать. «Ради Бога, сжайтесь надо мной, ведь я умираю от жажды!» Услыхав его иноки, находившиеся в ближайшей келье, пришли к нему. Видя его болезнь, они сообщили о ней преподобному Пимену. «Брат, служивший тебе, умирает?» «Что сеет человек», — отвечал преподобный, — «то и пожнет. Он бросил меня голодного и жаждущего, и сам потерпел тоже, солгав Богу и презрев мое недостоинство. Но мы научены не воздавать за зло злом, поэтому идите и скажите ему. Тебя зовет Пимен, встань и иди к нему». Когда заболевшему передали это, то он тотчас сделался здоров и, вставший без всякой помощи, пришел к преподобному. Блаженный Пимен долго увещевал его, говоря, «Маловер, вот ты здоров, смотри, опять не согрешай, разве ты не знаешь, что равную награду будут иметь как болящий, так и служащий ему?» «Терпение униженных не останется бесплодно. Испытывающие здесь кратковременный скорбь и тяга, то будут испытывать радость и веселье там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыханий. Но жизнь бесконечная. Ради этого я и терплю все. Бог, через меня избавивший тебя от твоего недуга, может и меня восставить от этого адра и исцелить мою немощь. Но я не хочу, но претерпевший до конца спасется, сказал Господь. Лучше мне в этой жизни превратиться в труп, чтобы в той тело мое было нетленно. Лучше здесь переносить смрад, чтобы там наслаждаться неизреченным благоуханием. Величественно, брат мой, церковное служение в светлом, чистом и святом месте, где богоугодно и сладостно, с невидимыми ангельскими силами возносить молитвы, возносить молитвы к Богу. Почему церковь называется земным небом, а стоящие в нем почитаются за стоящих на небе. Эта же темная и смрадная келья не прежде ли суда суд, не прежде ли бесконечные муки мука. Но терпящий все это с благодарением может с правом сказать, терпя потерпе Господа. И внят ми. Утешая подобных страдальцев, апостол говорит, Аще наказание терпите, якожа сына вам обретаетесь, вам Бог обретается. А если остаетесь без наказания, то вы не законные дети, а прелюбодейничи. И сам Господь увещевает нас, брат мой, говоря, терпением вашим спасайте души ваши. Проникнувшись этим наставлением, преподобного брат не покидал его, служа ему. Доблестный же страдалец и истинный подражатель праведного Иова. Святой Пимен лежал двадцать лет на одре болезни, непрестанно благодаря Богу. Когда же настало время отшествия его, в Петерском монастыре явилось знамение. Над трапезной показались ночью три огненных столпа, которые потом перешли наверх в церкви. Один Господь знал истинное значение этого знамения. Но не будет несправедливым предположить это, что через него показывает, что Бог Троица, творяя ангелы своя духи и слугами своими пламень огненный, уже не спасал своих ангелов за душой многоболезненного Пимена, как за душой Лазаря. В этот день он внезапно выздоровел и узнал о наступлении своей смерти, вспомнив предсказания постригших его. Встав, он обошел все кельи, всем кланяясь и прося прощения. Болящим же иноком говорил, братья и друзья мои, встаньте и проводите меня. Тотчас по слову его оставила их болезнь, и они, сделавшись здоровы, последовали за ним. Преподобный же Пимен, войдя в церковь, приобщился божественных тайн, и после этого, взяв смертный одр свой, понес его без всяких указаний к пещере, в которой никогда не был, который никогда не видал со дня своего рождения. Войдя в пещеру, он поклонился гробу преподобного Антония и указал место, где желал быть погребен. Перед смертью он поведал чудную тайну, указывая на гробы некоторых из братьев, лежавших вблизи. Здесь, сказал он, вы положили в этом году двух братьев, одного без химы, а другого в химе. Первого, положенного без химе, вы найдете в химе, он неоднократно хотел принять ее. Но все откладывал. Но так как он явил дела достойные этого образа, то Господь даровал ему схиму по смерти. Другого же брата, положенного в химе, найдете без нее. Он не хотел схимы во время жизни, не показал и дел достойных ее. А говорил, когда увидите, что я покидаю этот мир, тогда постригите меня в схиму. Не помнил он слов сказавшего, не мертвую восхвалят тебя, Господи, не все нисходящего ад, но мы, живые, благословим Господа. Поэтому и отнято у него достойность от химы, и дано показавшему дела, достойные ее, имеющему добрые дела. Везде дано будет и преизбудет. От неимущих же добрых дел и отнимется то, что думает иметь. Третий брат, продолжал он, много лет тому назад положен, здесь и весь истлел, но схима его осталась нетленной. Она обледется для его осуждения и обличения, ибо он совершал дела, недостойные этого образа. Всю жизнь провел в лености и грехах, не помня слов Господа. Кому дано много, того много и спросится, взыщется. Пострижение в схиму не приносит никакой пользы тем, которые не совершают добрых дел, избавляющих от вечных мук. Открыв тайну, преподобный Пимен сказал братьям, «Вот пришли постригавшие меня для принятия моей души». Тотчас после этих слов он возлег и приставился к Богу в Господе. 11 февраля 1110 года. Иноки с великой честью положили его на указанном месте. Откопавший гробы, о которых рассказал преподобный, они нашли соответственно его словам трех чернорисов. Из двоих недавно умерших один, погребенный в схиме, был лишен ее. Она была возложена на другого, не имевшего ее. Третий же брат, уже давно умершего, нашли всего истлевшего. Одна только схима его была цела. И долго дивились все неизреченному суду Божию, воздающему каждому по делам его. Богу слава, честь и держава подобает и ныне, и пристно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала.